Это программа День с толком. Студия Анастасия Дороган. Приветствую всех на телеканале и в ютубе. Смотрите в этом выпуске. Электросамокат больше не бросят в клумбе или посреди тротуара. Барнаульские депутаты прописали правила парковки этого вида транспорта. В пришкольных лагерях Барнаула этим летом отдохнут 20 тысяч детей. Как развлекают школьников и сколько стоит смена в этом году? Спорт на свежем воздухе. В парке Изумрудный стартовали традиционные занятия спортом для всех желающих. Двое жителей края находятся в тяжелом состоянии после укуса клещей. Это данные Роспотребнадзора. Всего в стационарах сейчас 7 больных с подозрением на клещевой энцефалит. С начала сезона в поликлинике края с жалобами на присасывание клещей обратились более 3000 человек. Из них около 1000 дети. Все пострадавшие прошли профилактическое лечение. Эксперты предупреждают, клещи по-прежнему активны и на природе нужно быть особенно внимательными. Барнуйским водителям придется выучить новые правила. Речь идет об управлении электросамокатами. Городские депутаты решили искоренить бездумную парковку этой техники. После сегодняшнего заседания нельзя бросать самокаты на газонах и в клумбах, на велопешеходных дорожках и остановках. А до социальных объектов придется считать метры. Барнуйским водителям придется выучить новые правила. Речь идет об управлении электросамокатами. Городские депутаты решили искоренить бездумную парковку этой техники. После сегодняшнего заседания нельзя бросать самокаты на газонах и в клумбах, на велопешеходных дорожках и остановках. А до социальных объектов придется считать метры. На тротуарах, если ширина прохода составляет менее нормативно, на территории памятников, монументов, мемориальных сооружений, мест воинских захоронений, также на радиусе не менее 15 метров от указанных объектов, на расстоянии менее 5 метров от границ пешеходного перехода, 10 метров от входных групп образовательных организаций. Народные избранники пошли навстречу и людям, потерявшими единственное жилье. Этой категории и раньше компенсировали оплату найма, но сегодня меру поддержки, можно сказать, проиндексировали. Мы видим с вами, что у нас поднимается цена аренды и сегодня мы будем применять такие параметры. За однокомнатную квартиру мы возвращаем 14 тысяч, за двухкомнатную квартиру 17 миллионов, 17 тысяч 200 и за трехкомнатную 22 800. Сегодня депутаты приняли бюджет города за 2022 год. В этом вопросе у Барнаула немало достижений. По динамике роста собственных доходов краевая столица стала первой среди городов Сибири. В прошлом году эта графа составила почти 10 миллиардов рублей. Выросли и межбюджетные трансферты. Развивается государственно-частное партнерство. В реализацию проектов активнее включаются сами барнаульцы. По итогу Барнаул в прямом смысле в плюсе. Бюджет города впервые приблизился к 25 миллиардам. По расходам 24 миллиарда 780 с небольшим миллионом. Мы с вами видим, что у нас в 2022 год мы закончили с профицитом. И еще одно важное решение – изменение в устав города. Среди прочего депутаты расширили полномочия муниципалитета, чтобы при необходимости город сам мог перенаправлять деньги на нужные расходы. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком. Не только не просел, но и увеличился. Как бюджет Алтайского края смог устоять под натиском санкционного давления, отголосков эпид-обстановки и при этом обогнать по уровню своих доходов соседней регионы? Об этом в ходе отчета об исполнении краевого бюджета за 2022 год рассказали парламентарии. Какие сферы получили наибольшую финансовую поддержку? Расскажем далее. Несмотря на сложную геополитическую обстановку, постковид и санкции, экономика Алтайского края не пошатнулась, подчеркнули эксперты. Так, за 2022 год доходы краевой казны выросли на 6% и составили 160 миллиардов рублей. Не менее важно, что половина этих средств – собственные доходы края. Это 80 миллиардов рублей от налоговых и неналоговых поступлений. Они в прошлом году тоже подросли на 9%. Прирост дали налоги на доходы физлиц, на совокупный доход и акцизы. А вот сумма с налога на прибыль организации оказалась чуть ниже уровня 2021 года. Все же сказалось санкционное давление. А общая сумма расходов составила более 171 миллиарда рублей. И по традиции, основные статьи расходов – заработная плата и социальная сфера. На них было выделено 67% от общих трат. Объем расходов краевого бюджета на осуществление социальных выплат составил 35,5 миллиардов рублей с темпом роста 9%, в том числе на социальную поддержку отдельных категорий граждан 6,9 миллиардов рублей, увеличение 20%, компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг 4 миллиарда рублей 11%, рост поддержки материнства и детства 15,8 миллиардов рублей. На программу обязательного медстрахования израсходовали больше 39 миллиардов. Она гарантирует оказание бесплатной медпомощи жителям края. Часть средств также направили на выплаты медработникам и реабилитацию пациентов после ковида. Увеличилось существенно финансирование профмероприятий. Это профилактические осмотры, диспансеризации, углубленная диспансеризация пациентов, перенесших ковид-19. Беспрецедентные средства – 3 миллиарда рублей направлены. И это позволило обеспечить помощью более 900 тысяч пациентов. Кроме того, в 2022 году регион начал реализацию проекта в сфере промышленности, сельского хозяйства, туризма и жилищного строительства. Продолжается работа по индивидуальной программе социально-экономического развития края. Участники публичных слушаний одобрили отчет об исполнении краевого бюджета. Теперь депутаты должны будут рассмотреть законопроект об его исполнении на сессии АКЗС 6 июня. В ближайшие пять лет Алтайский край может стать лидером в стране по производству сельхозтехники. Об этом недавно заявил губернатор Алтайского края в своем послании. В выступлении на отчете за прошедший год Виктор Томенко уделил большое внимание промышленности региона. Как она развивается смотрите в нашем сюжете. Локомотив алтайской экономики 20 процентов всех вагонов выпускаемых в стране производят в нашем регионе. Вагоностроение лишь одно из направлений, которое динамично развивается в Алтайском крае. Наращивает объемы оборонная промышленность производства сельхозтехники. Многие предприятия региона законтрактованы на ближайшие годы. Как промышленная отрасль видит свое дальнейшее развитие с учетом недавнего послания губернатора, эту тему обсудили в стенах технического вуза. По словам министра промышленности Вячеслава Химочки, наш регион отличается от других регионов страны тем, что у нас нет какой-то моноотрасли, только пищевой или металлургической. Поэтому, когда проседает одна отрасль, показатели вытягивает другая. Это позволяет преодолевать все кризисы и потрясения. Кстати, в своем послании Виктор Томенко отмечал, что за последние пять лет край ни разу не опускался по индексу промышленного производства ниже 100%. Еще одна особенность края в том, что он не зависит от природных ресурсов. То есть санкции, связанные с ограничением поставок нефти и газа из России, не оказывают прямого влияния на регион. Все-таки 86% нашего производства – обрабатывающая промышленность. Также на встрече обсудили курс на импортозамещение. Эксперты не исключают, что в ближайшую пятилетку Алтайский край может стать лидером в стране по производству сельхозтехники. Еще один фактор, который сегодня дает силу алтайской промышленности, давний ориентир на Китай, Казахстан, Монголию. По сути, это то, к чему только сейчас идет европейская часть страны. Большие надежды в подъеме промышленности возлагают Нобийск и Рубцовск. Кстати, Рубцовск был вторым городом по занятости в промышленном производстве во всем Советском Союзе. Глава города признается, что Рубцовск до сих пор помнит об этом. И надо сказать, что в городе сохранились площади, коммуникации для того, чтобы привлекать инвесторов. Виктор Петрович в своем послании сказал о том, что железнодорожная ветка наша загружена примерно на 8-10%. Мы сегодня знаем, что в стратегическом плане Российская Федерация развивает строительство железной дороги с севера на юг. Те производственные мощности, которые есть на Дальнем Востоке, в Восточной и Центральной Сибири, в Западной Сибири, могли бы воспользоваться воротами в Азию через город Рубцовск, тем самым нарастить поставки продукции на юг, в Среднюю Азию и дальше. Неспроста встреча проходит именно в стенах технического вуза, ведь именно политех – главная кузница кадров для алтайской промышленности. Мне очень приятно было, когда в послании Виктор Петрович сказал о Алтайской инженерной школе Ползунова. Это действительно та школа, которая сложилась за долгие годы, начиная с 1942 года, как мы здесь, эта школа развивается. Я могу сказать, что порядка 70% работников наших алтайских предприятий укомплектованы выпускниками технического университета. При этом в отрасли сохраняется проблема нехватки кадров. Политехи уверены – нужно создавать привлекательные рабочие места, чтобы удерживать молодежь в регионе. И важна не только зарплата. Например, практика завода «Ротор». В свободное от работы время их сотрудники занимаются спортом, донорством и даже ставят театральные постановки. На заводе считают, что пора задуматься и над наставничеством. Это взаимодействие государства, организации работодателей, наставников и наставляемых. Это формирование базы наставников, которая уже есть, повышение квалификации наставников. Для чего все это делается? Не на всех предприятиях есть возможность поставить молодому специалисту наставника с предприятия. Воспользовавшись этим реестром, этой базой, они смогут найти этого наставника. Но над этим еще предстоит работать. В заключении добавим, в масштабах страны вклад алтайских предприятий в промышленность России небольшой – менее 1%. Но по ряду товаров наш регион занимает ведущие позиции. Так, регион по-прежнему является единственным производителем авиашин. Также в крае находится единственное в стране предприятие по добыче природного сульфата натрия. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. В микрорайоне «Спутник» завершилась реконструкция артезианского водозабора. К нему подключили множество новых домовладений. Сейчас идет промывка системы. Это временно отразится на качестве воды. Что делать местным жителям, если они заметили, что вода изменила цвет и вкус? И куда им обращаться? Расскажем далее. 10 месяцев именно столько времени в микрорайоне «Спутник» шли строительно-монтажные работы в рамках проекта «Чистая вода». Там уже завершены пусконаладочные работы. Однако при подключении к нему новых домовладений происходит изменение гидравлических режимов работы сети в свежеподключенных поселках. Сейчас водоканалу осталось лишь провести промывку системы. Вся реконструкция обошлась городу в 221 миллион рублей. Уже к этому водозабору подключены первые новые потребители. В связи с чем на территорию микрорайонов «Спутник» может наблюдаться временное ухудшение качества водоснабжения. Это все делается только для того, чтобы водоснабжение в итоге стало идеальным, как во всем городе Барнауле. То есть мы эту работу должны завершить. Поэтому большая просьба жителей, как только поступает от ваших соседей, от ваших родственников, информация, не нужно ее проговаривать внутри себя. Если жители микрорайона «Спутник» заметили некачественную воду, то специалисты советуют незамедлительно звонить круглосуточному диспетчеру индустриального района. Номер телефона сейчас на ваших экранах. Кстати, после реконструкции водозабора количество подключенных к нему домов составило почти 2000, а это около 6000 человек. Дмитрий Дроздов, День с толком. В Алтайский край приплыл белый пароход. Правда, это не морское судно, а российский проект, в котором участвуют музыкально и вокально одаренные дети. Таланты отбирают по всей стране и вместе они гастролируют по российским городам. Пришел черед и нашего региона. Дети дали концерт в Краевой филармонии Барнаула и в городском дворце культуры Бийска. Кстати, на Алтае проект прибыл впервые за 18 лет его существования. С чем это связано и как прошел концерт, расскажет Данил Кузнецов. Перед концертом в Краевой филармонии даже не переживают. Участникам Белого парохода гастроли по стране лишь в радость. Однако познание разных уголков России далеко не единственная причина участия в проекте, который открыт для всех талантливых детей страны. Он позволяет расти и в музыкальном плане. Ты развиваешься вокально, ты учишься слышать, учишься слышать себя, соседа. Сольные навыки очень сильно растут. Растешь в плане сцены, не бояться выходить на сцену, выступать. За 18 лет Белый пароход пришвартовался в Алтайском крае впервые. И все это благодаря алтайским ребятам, которые принимают участие в проекте. Главная причина – это ваши необыкновенно талантливые дети. И в частности, вот братья Лысяковы замечательные, они в этом году дебютировали в опере Тоска в Большом театре. Это невероятно. В таком возрасте там есть роль пастушка. И вот ребят отобрали среди многих-многих детей, которые прослушиваются на эту роль. Несмотря на успех в Большом театре, старший брат уже раздумывает, как исполнить другие мечты. Ну, сейчас есть певец-шаман. Вот он у него классные песни, классный текст. Ну, вот такие песни. А исполняете сегодня его песни? Нет, к сожалению, сегодня не исполняем, но хотелось бы когда-нибудь исполнить. Может, и с белым пароходом, может, с каким-нибудь другим хором, или просто так сегодня спеть. Таких амбициозных детей, как братья Лысяковы, в нашем регионе много. Не зря Алтайский край занимает первое место в Сибири по количеству сельских школ искусств. Уже сейчас это дает свои плоды. Но необходимая дальнейшая поддержка, уверен губернатор края. Более 8 тысяч наших детей стали победителями различных фестивалей, конкурсов, смотров и так далее. Мы очень гордимся нашими детьми, понимаем, что надо вкладывать и в инфраструктуру, где они сегодня репетируют, выступают, готовятся, учатся. Кстати, о выступлении. На галоконцерте собралось 90 детей из 26 регионов страны. Программа была разноплановая. Здесь и эстрада, и джаз, народное пение, и даже опера. Помимо Барнаула, коллектив Белого парохода доплыл до Бийска. Там концерт завершился менее трех часов назад. Теперь время отдохнуть. Завтра и послезавтра детям проведут экскурсии по краю и покажут наши знаменитые пещеры и водопады. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. Более 20 тысяч детей отдохнут в пришкольных лагерях краевой столицы. Смены открылись с началом лета, и дети уже активно проводят досуг, совмещая его с познавательными занятиями. Подробности в сюжете. А теперь на обходы пошли. С дубинками. Молодцы. А теперь огонь. Это пришкольный лагерь 78-й Барнаульской школы. А всего в Барнауле их открылось 86. Отдохнут там больше 20 тысяч ребят. Причем отдых самый разнообразный. Тут к нам приезжала Розочка. Мы с ней играли. Это аниматор был. Играем в волейбол и на скакалке поиграем. Душообразные игры. Мне нравится. Я постоянно рисую. И здесь много увлекательных программ. Очень нравится гулять вместе со всеми отрядами. Сопровождают ребят и придумывают им развлечения вожатые. Школьники старших классов и ребята из вузов, которые проходят летнюю практику. Сегодня уже дети у нас нарисовали. У нас вообще тема природы. Дети нарисовали рисунки на тему природы. Мы их вывестили. И дальше у нас будет викторина по теме природы и игра. Для малышей смена продлится 21 день. Есть площадки и для ребят постарше, и для подростков. На сегодняшний момент в лагерях во всю идут смены с организацией одноразового и двухразового питания. Для ребятишек подготовлена очень насыщенная программа. Стоимость смета варьируется от 5 до 7,5 тысяч. В зависимости от того, какие мероприятия каждый лагерь включит. Стоимость отдыха в этом году подросла примерно на 1,5-2 тысячи рублей. Специалист объясняет это увеличением цен на питание, да и досуг подорожал. В этом году мы трижды посетим бассейн с ребятами. Четыре раза у нас будут выходы в наши театры городские. Сегодня, допустим, у нас пришли гости, артисты. Они развлекают наших детей здесь, на нашей площадке. Площадки самые разнообразные. Эрудиты готовятся к экзаменам. Орлята России занимаются патриотическим воспитанием. Есть и специальная площадка «Сильные люди» для подростков, находящихся на различных видах учета. С ними также проводят профилактические встречи и беседы на правовые темы. Такой лагерь действует уже более 10 лет. В такой положительный момент дети, которые охвачены вот этими формами занятостей в летний период времени, преступлений и антиобщественные действия не совершают. Вот это вот большой плюс. Добавим, с 9 июня начинаются первые заезды в детские оздоровительные лагеря. В них за летний сезон планируют отдохнуть около 4 тысяч детей. Юлия Щепина, Данил Кузнецов. День с толком. Бесплатные тренировки под открытым небом стартовали на этой неделе в парке «Изумрудный». В течение всего лета горожане смогут заниматься спортом на свежем воздухе, да еще и под руководством опытного инструктора. Валентина Аскерова пообщалась с начинающими и уже опытными спортсменами. Поднимите руки вверх, провожая их взглядом. Вверх, вдох, посмотрите на небо. Под пение птицы и под лучами солнца проходят спортивные занятия. Горожане с нетерпением ждали возобновления традиционных летних тренировок в парке «Изумрудный». Уже три года в летний сезон можно бесплатно заниматься йогой, пилатесом, силовыми тренировками. Городная клетка, еще совсем в стороне. Во-первых, это полезно для физического здоровья, во-вторых, для ментального. Это расслабление, это удовольствие душевное. Разминаем спину, руки, ноги. Все доступно и на природе. Какое самое любимое упражнение? Ну, наверное, вот как сейчас мы делаем. Разминание – это солнце, приветствие солнца. Для всех очень важно, это же для здоровья, для всего. Ну, у меня не было возможности заниматься, сейчас мои подруги, вот, встретила их, они пригласили. Я еще не первый раз пришла, но у меня проблема, что я не могу пока ложиться из-за ноги. Вот, поэтому я делаю стоять, все, что можно. От молодых до убеленных сединами посещают тренировки в основном девушки и женщины. Тренер по фитнесу отмечает, что упражнения будут полезны и сильной половине человечества. Главное, они дают ощущение радости, потому что тело начинает двигаться и тело начинает от этого просто ликовать. Все, все абсолютно знают, что движение – это и есть жизнь. А когда движение вот в компании, в чудесном парке, оно приносит еще больше радости, удовольствия, ну и самое главное – здоровья. Занятия проходят три раза в неделю. По понедельникам, средам в 18.30, в пятницу в 17.30. Приходить лучше в удобной одежде, с ковриком, водой и позитивным настроением. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. А на этом у меня все. Телефоноши редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде – спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Продолжение следует...